Шаваот Шасамеях, дорогие друзья, поздравляем вас с прекрасным праздником, праздником плодов, первых плодов таких уникальных, плодов для Израиля, праздник Божий и плод новой общины. Бог излил свой руах на общину, которая только создалась. И я благодарен Богу, что на Храмовой горе при праздновании этого великого праздника Бог фактически так коснулся, практически сделал работу, которая изменила весь-весь мир. И я зачитаю, что произошло на Храмовой горе в День Пятидесятницы, Деяния апостолов. И при наступлении Дня Пятидесятницы, Шаваот, все они были единодушны вместе. Этот праздник является праздником единства. Не только нации, народа Израиля, потому что это праздник Господень, но и также друзей, семей, соработников, общины. Они собрались вместе, чтобы благодарить Бога за тот руах, за то слово, которое Он дал. И это произошло. Дух Святой сошел, и люди стали изменяться. Я верю, что и для нас праздник Шаваот является праздником перемен. А до этого происходили следующие праздники отчета мэра. Сегодня заканчивается отчет мэра, чтобы радоваться, веселиться о торе, который Бог нам даровал. И Слово Божье, оно дает благодать, оно дает милость. Руах, Дух Святой, он наполняет, он меняет, он дает новую жизнь. И буква закона, она убивает, потому что ты следуешь конкретно каким-то буквам, но Дух Божий животворит. А теперь Создатели два вместе. И Дух Божий, который дал нам Тору, и Дух Святой, который сошел на это место, где собирались апостолы и все ученики, и тогда происходит нечто. Тора оживает внутри нас. Это не нужно учить. Дело это, дело это, потому что мы будем знать не только букву, но и Дух Божий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова